Сэм! Ты пришёл. Я в тебя верила. Сэм, это я. Амелия. Ты должен кое-что знать. Я фактор вымирания. Сэм! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Пять. У нас было пять массовых вымираний с провоцированных фактором. Настала пора для шестого. Я говорю не про гибель десятка другого видов, нет. Это... Вымирание с большой буквы. В этом выплеске сгинет все живое на земле. И все это благодаря твоим поистине геройским усилиям. Объединитель Америки. Ну что скажешь? Пошли! Узри свою погибель. Амелия? Сэм... Великий труд близок к завершению. Все узлы связаны. Скоро... Я солью их и все берега человечества в единое взморье. А затем... Начнется всеобщее вымирание. Каких на земле еще не бывало. Последнее. Это... Мое предназначение. Что он с тобой сотворил? Последний выход. То, для чего я здесь. Первый. Был всего лишь прелюдией. Ты до сих пор не догадался? Дум? Такие как мы! Это все тюня работа! Кошмары, что нас мучают. Видение неотвратимого будущего. Звучит знакомо? Я поздравляю с концом света, Сэм! Пошел ты! Сэм... Да пойми же... Ты можешь ускорить это или замедлить, но то, что начато, не остановить. Даже если ты победишь, тебе ее не спасти. Ты видишь... Все уже кончен. Давай сразимся. Давай сразимся. Давай сразимся. Давай. Давай сразимся. Давай сразимся. Ты до сих пор не смог. Пошел не погибнуть. Продолжение следует... 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 Держи, как обещал. Спасибо. Почему так долго? Держи, как обещал. 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 Ради будущего это правда. Держи, как обещал. 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 Но с ним покончено. Я знаю, у тебя есть вопросы. Ну, давай их отложим. Ну, потом. Ладно. Пойдём домой. Ну и как именно? Прыгнем, как Фрэйджайл? Нет, можно добраться по берегу Мы с тобой побежим Побежим? Да, как Марио и его принцесса Да, как Марио и его принцесса Жди здесь, ладно? Угу Марио и его принцесса Жиджет Стрэнд Вот, наконец, вы и пригласили меня на берег Помните? Тот же пистолет И теперь он послужит Благому делу Вы должны были Воссоединить мир А не раздолбать его Ну что же Давай, стреляй Для нас искупления Не будет Тот же пистолет Нет Не может быть Ты? Это правда ты? Джон Джон Да Это я Джон Помните Простите Простите меня Верни мне, Бебе Ты ищешь не в том месте Бебе Амелия? Амелия? Спасайся! Стой, Сэм! Это я Прости Не хотел тебя напугать Где я? К востоку от пояса смолы У себя в комнате Скажи спасибо Амелии Где она? Мы не знаем Она не пошла на восток? Нет Но потом она связалась со штабом И оставила нам сообщение Какое? Я закончу то, что начала Бриджит Только это и... Все Бриджит Я видел на берегу Бриджит Сэм, брось Ты сам сжег ее тело, помнишь? Она бы не осталась на берегу Не смогла бы Даже если это берег ее дочери Проверь журналы Они же у вас есть Прости Мы ничего не видели У нас только одно свидетельство В твоей голове Что ты еще помнишь? Тот тип тоже там был Клейф Взял заложники Дэй Хартмана Директора? А вот в это ты веришь? Ну Это объясняет Почему он куда-то запропал И так надолго Я всегда его подозревал Но теперь начинает складываться Совсем другая история Знаешь, мне кое-что не давало покоя Мы исходили из предположения Что Клейф подчиняется Хиггсу Но это не может быть правдой Потому что Хиггса нет А Клейф все никак не уймется Ты думаешь Клейф глобарь? Да Скорее всего он удерживает Амелию И директора на берегу Туда я и направлюсь Так, стоп Где Фреджайл? Она укрылась у нас Но пока ты находишься там Она не сможет отправить тебя на берег Что? Ты должен понять, Сэм Пока ты был в отключке Ситуация сильно изменилась Мы все тебе объясним Обещаю Но тебе нужен отдых Согласен? Хрен с ним Я вернусь на тот берег А крошка Лу в отдыхе тоже не нуждается, что ли? Сэм Ты помог нам протянуть сеть от побережья до побережья И устранил Хиггса Врага UCA номер один Без тебя бы мы ни за что не справились Но остался последний шаг Нужно привести к присяге нового президента и сформировать правительство Только тогда Америка возродится Про это кому-нибудь другому заливай Я все сделал В жопу Америку У нас есть проблемы посерьезнее Я тебя понимаю Правительство Наименьшее из наших забот Клифф схватил Амелию А значит завтра править возможно будет уже нечем Если Завтра наступит Так почему мы сидим и ничего не делаем Мне все равно кто она Мы должны ее спасти Ты прав Спасем Амелию Тогда сможем предотвратить и шестое вымирание Но ничего не выйдет Если сначала ты не вернешься на восток Мы не в том положении Чтобы тебе приказывать Но прошу поверь мне По другому никак нельзя Все ждут только тебя Фреджел перебросила нас в штаб Ты как? Лучше не бывало Доставлять столько людей за такой короткий срок Это ново Мама? А, нет, Локни Да, я тоже здесь Решила вот помочь Мы все ждем тебя, Сэм Черт, я не собираюсь тащиться обратно пешком Давай, Фреджел Действуй Не могу, Сэм И не потому, что я бесила Теперь стало опасно перемещать людей через берега Сблески Хирали происходят гораздо чаще Возможно из-за того, что сеть теперь охватила всю страну Слишком много берегов для одного пространства Провода путаются, все такое Ты же видишь, что происходит с самой сетью В нынешней ситуации прыгать через берег слишком рискованно Даже если я доберусь, то не знаю, где окажусь после этого И я могу там застрять Поэтому я и к тебе не могу пройти Но если смогу добраться до входа на берег Получится тебя провести К счастью, берега-то никуда не делись Это я могу подтвердить Так вот Тебе и правда придется тащиться обратно пешком Но когда идешь, обещаю отвезти тебя к Амелии На ее берег Между вами двумя есть особенная связь Твой ловец снов, ее кипу Это не безделушки Это уникальные незаменимые тотемы Воплощение вашей общей памяти Две стороны монеты Цена прохода на ее берег Ловцы снов – элемент культуры коренных американцев Если быть точным, народности Аджибве Считалось, что они отгоняют кошмары И меняют твои сны Если дум – это правда ее дар нам Ее видение нашего будущего Может твой тотем приглашения его изменить? Вызов? Сможешь ли ты найти надежду посреди отчаяния? Пока мы ждем тебя, я поищу на берегу Амелию и Директора Вряд ли моя связь с ними достаточно сильна Но это лучше, чем сидеть сложа руки Я поищу в архиве какую-нибудь информацию на этих троих Вдруг их связывает нечто большее Мы ждем тебя Путь домой должен быть легче, да? Иди на восток Дорогу ты уже знаешь А как доберешься? Поймал мое Так, уходи оттуда и двигайся на восток К озерному узлу На этот раз пойдешь без груза Вернее, ты сам груз Такое задание Мерзость 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 Продолжение следует... 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 обо всём, что довелось испытать Вселенной вплоть до этого мига. Мы получили ключи ко всем загадкам. И к этой. Однажды произошёл взрыв. Он породил пространство и время. Но скорее, это была большая случайность. Эти сгустки материи и антиматерии должны были уничтожить друг друга без следа. Но каким-то образом один крохотный кусочек материи уцелел. И этого хватило. Хватило, чтобы создать наш мир и всё, что в нём есть. Мир случайный, мир без равновесия. Порядок неизбежно уступает хаосу. Всё, что живёт, неизбежно умирает. Как будто Вселенная стремится вновь обратить нас в ничто. Может, Большая Пятёрка — это её самые удачные попытки. Но каждый раз от жизни что-то оставалось. И этого хватало, чтобы снова расплодиться на зло воли космоса. Знаешь, я начинаю думать, что угроза вымирания — это защита от глобального уничтожения. Она вынуждает нас бороться за жизнь, превозмогать, быть. Так, вместо того, чтобы задушить жизнь, Большая Пятёрка её разожгла. Из пепла возрастает новая жизнь. Сильнее, мудрее. Она — наследница самого мироздания. Она не хочет сдаваться на милость Вселенной. Говоря, это только начало. Вымирание — это возможность. В тот день я дважды спустила курок. Это была ошибка, я поняла сразу. Я нашла твой берег, бросилась искать тебя. Сэм. Вот ты где. Мяу! Мяу! Мя! Мяу! Мяу! Ты хочешь домой? Пойдём домой. Я хотела... Я хотела навсегда избавить тебя от оков смерти. Не бойся. Я знаю дорогу. Но этим поступком я расшатала природное равновесие жизни и смерти. Я просто хотела тебя спасти. Я же фактор вымирания. Моя судьба привести наш вид к гибели. Но в тот момент ты стал частью этой судьбы. Ты стал возвращенцем. Через Дум мои кошмары стали передаваться людям по всему миру. Я вправила в это тебя и других, у кого есть Дум. А вскоре после произошел выход смерти. Мертвецы вцепились в наш мир. И твари, перебравшись через мой берег, поглотили их, вызвав новые выплески. Так мир устремился навстречу своей погибели. Но мне не оставалось ничего другого, как наблюдать за происходящим с берега. Либо приблизить последний выход, избавив нас от мук. Из этих двух вариантов я выбрала быструю смерть. Но для этого мне требовалось, чтобы здесь был ты. Часть меня. И я бы лицезрела конец всего сущего, стоя рядом с тобой. Но теперь я понимаю, есть альтернатива. Отрежь меня, Сэм. Сам фактор этого сделать не может. Но в грезах я видела и другое будущее. Твой выбор. Где вымирание, это шанс. Спастись от уничтожения. Оружие тебе не поможет. Но оно еще сыграет свою роль. Сэм, слушай. Это я снова свела вас с Клифом вместе. Я хотела, чтобы ты кое-что осознал. Тебя не брось. И ты не одинок. Не понимаешь? Ты должен жить. Сэм? Сэм? Я его нашла. Сэм? Где? Я вижу. Сюда. Кружка. Он, вон там. Сюда, Сэм. Да, Сэм. Сэм, мы идем. Готова? Готова. Сэм. Сэм? Я вижу. Да, да. Сэм. Доставь мне, Сэм. Не сдавайся. Связь еще держится. Папалцы. Папалцы. Связь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не потому, как ваш президент, я даю клятву беречь и защищать вас, народ. Мы больше не будем возводить разделяющие стены и прятать лица за масками. Да здравствует новая Америка. Америка, где можно смотреть в глаза и можно не бояться открывать душу. Привычки держат нас, но я верю, дорогие сограждане, что у нас хватит сил и мужества, чтобы отринуть прошлое и обратить взор в будущее. Выход смерти — часть этого прошлого. Мрачная тень — напоминание о том, что могло с нами быть. То, что мы собрались здесь сегодня, говорит не о силе духа отдельных людей, а о нашей способности сплотиться, о бузах между нами, о нашем совместном величии. Ничто в мире не вечно, в том числе и мы. Но покуда мы ценим мгновение, черпаем радость в ожидании будущего, надеемся и не отчаиваемся, мы выдержим. Президент Бриджит Стрэнд и ее дочь Саманта Америка Стрэнд пожертвовали всем ради надежды на то, что мы, народ, объединимся. То, что они уже не увидят плоды своих трудов, наполняет нас безмерной грустью. На нас утешает осознание того, что память о них будет жить в хиральной сети и в наших сердцах. Отныне мы навсегда связаны. В этой истории есть еще один герой. Тот, чьи подвиги обречены на безвестность. Америке нужен этот герой. Этот человек, без которого нас бы здесь не было. Его имя не важно. Вы знаете, о ком я. И вот, что я скажу этому невоспетому герою. Это ты свел нас всех вместе. Ты исцелил наш народ. И хотя мы рано или поздно покинем этот мир... Ты уходишь, Сэм? Так наскучило быть героем? Да, хватит с меня. Ее нет. Подожди. Надо сказать тебе кое-что. Тебе это больше не мешает? Это же здорово! Так вот, тебе не интересно, как мы вернули тебя с берега? Мы хотели использовать куклу. Но под рукой не нашлось. И тут я вспомнил про другую вещь. Это то, о чем я думаю? Да. Что крепче связано с берегом Амелии, чем пуповина президента Стрэнд. Хартман считал, что для этого она мне ее и передала. К сожалению... Не сработало. Месяц снаружи. А сколько внутри? Поверь мне на слово, тебе лучше не знать. Но не волнуйся. Мы не нашли признаков ускоренного старения. В итоге, вот что привело нас к тебе. Когда мы уже были готовы сдаться, Дай Хартман вспомнил про револьвер. Мы пошли за ним, и он завел нас в дальний уголок твоего берега. Там-то ты и был. Мама первая тебя увидела. Она опознала тебя с наблюдательной точки на той стороне. Она сообщила Локне по их связи. А Хартман подтвердил твою позицию в ходе своего погружения. План был такой. Фреджиэл должна была забросить меня вместе с Лук тебе, чтобы мы тебя вытащили. Но не так-то просто переместить нескольких человек на чужой берег на продолжительный срок. И... Вот здесь пригодилась пуповина. Мы сплели их из ДНК президента Стрэнд. Они действуют как узел, связывающий нас. Президент предвидела, что все так и будет. Иронично, правда? Револьвер, с которого начался весь кавардак, стал ключом к твоему спасению. Амелия сказала, что это не только оружие. Не оружие, но леер. Палка, ставшая веревкой. Хех, что ж, можно и так выразиться. Сэм, ты не представляешь, как давно мне хотелось тебя обнять. Я тебе еще кое-что расскажу. Гос тайна. Это насчет Клиффа. Мать ББ некая Лиза Бриджес. Гражданская жена Клиффа. Лиза Бриджес? Убийца Клиффа значится в архиве под именем просто Джон. Служил в спецназе США. И доблестно, судя по всему. Впоследствии стал помощником президента. Она поручала ему мокруху. Согласно записям, после смерти Клиффа он исчез. Его объявили в розыск. Потом сочли, что он погиб. Только как видишь, этот орешек так просто не раскусит. Наш Джон облачился в маску и взял себе новое имя. Но хиральную сеть не обманешь. Мы подняли старые записи, и мама спрятала их в архиве. Кроме нас, доступ к ним есть только у тебя. Посмотри, если захочешь. Но я тебя предупреждаю. Президент промышляла очень грязными делами. Я ему не верю. Но если надо, я готов с ним работать. Поговорим потом. Сэм! Я не жду, что ты меня простишь. Но хотя бы выслушай. Я убил капитана Клиффорда Унгера. Я мог бы сказать, что ради Америки. Из любви к стране. Но это не так. Все ради нее. Потому что любил ее. Всем сердцем. Она была для меня всем. Просто всем. Я не пытаюсь перед тобой оправдаться. Я просто хочу сказать, не проходит дня, чтобы я об этом не пожалел. Время не лечит. Как и маска. Сэм! Дай договорить. Он... Капитан спас мне жизнь. Знаешь, почему я до сих пор живой? Потому что он не давал мне погибнуть. Он каждый раз вытаскивал меня из пекла. И я... Любил его. Так же сильно, как и ее. И... Когда он взглянул на меня, этот призрак... Я понял. Он пришел меня убить. Покарать меня. И был бы прав. Покарать меня. Почему он не стал? Он не смог спасти ребенка. Бэбэ. Вот поэтому он и вернулся. Наверное, когда он... увидел, что я стараюсь... на благо... Америки. Он вспомнил... кем был. И он... простил меня. Черт! Но я этого не заслуживаю! Мой грех... И чем не искупить? Господи! Господи! Ах! Мой грех... Ах! Но я... Нужно убить! Где? Тем более... И не обучая traffic, мы ешь. Может, он вернул меня... Чтобы я кое-что сделал в последний раз. Вот чего он хотел. Чтобы я остался Дай Хардманом. Нет, не хотел. Кому нужен президент, считающий себя бессмертным? Если не боишься смерти, как можно ценить жизнь? А жизнь сейчас держится на волоске. От привычек трудно избавиться. Но мы должны себя превозмочь. Иначе нам не построить новую Америку. Оружие тебе не поможет. Это ее слова, не мои. Спасибо, Сэм. Здравствуй. Я тебя дожидался. Он умер? Бедный ребенок никогда и не жил. По крайней мере в нашем мире. В итоге поступил приказ об утилизации. Нельзя рисковать. Может начаться некроз. Я решил, ты захочешь сделать это сам. Ты можешь попробовать вынуть Луис капсулы, если, конечно, хочешь. Но это будет явным нарушением отданного тебе приказа. А раз теперь мы и правда нация, нужно соблюдать закон. Я просто не смог себя заставить. Но и нарушить приказ Президента я тоже не могу. Ты пойми. Ладно. Я пойду в крематорий. Пока ты не ушел. Мне надо кое-что сделать. Я отключил твои браслеты. В данный момент ничто не мешает тебе их снять. Если это сделать, ЮСиЭй никаким образом не сможет тебя обнаружить. Ты станешь невидимым. При запуске крематория подключение к сети автоматически восстановится. Надеюсь, ты запомнишь мои слова? Да, непременно. Спасибо за все. Спасибо. Как погода? Зонтик тебе не понадобится. Я все-таки решила пойти по стопам отца. Не бойся. Больше я с террористами работать не собираюсь. Я полагаюсь на ЮСиЭй. Мы первая официально одобренная частная компания доставки. Значит, дела у тебя пошли в гору. Мои поздравления. Спасибо. Стой. Хочу тебе кое-что сказать. Я не убила Хиггса. Духу не хватило. Я дала ему выбрать. Смерть. Или вечное одиночество на берегу. Ожидаемо. Ты ведь не любишь ломать вещи. Ну да. Я нахожу, ремонтирую. И соединяю. Мое имя Фреджейл. Но я не хрупкая. Поработаешь со мной? Ты бы мне пригодился. Мир по-прежнему разбит. Как и раньше. Ну, разбит. Но мы-то живы. Мы двигаемся дальше. Нет, не все. Не я. Да брось. Ты ведь воссоединил Америку. Помнишь? Но в ней нет места для меня. Меня ничто ни с кем не связывает. Я все равно, что мертвец. Я чувствую себя так же, как тогда, в пещере. До сих пор. Не притворяйся, что ты все такой же. Ты научился касаться. Чувствовать. Ты сблизился с людьми. С нами. Все, чего я касаюсь, умирает. Сэм! Пойдем в последний поход. Ну. Мы на месте. Слышишь меня, Ло? Бедный ребенок никогда и не жил. По крайней мере, в нашем мире. Спасибо за все. Это дитя особое. Единственное. Кандидат в ББ? Либо да, либо. Жертва. Основание. Основание. И мост. Смотри, космонавт. Человеку все покоряется. Даже космос. Тебя скоро выпустят. И как только все это закончится, мы отправимся, куда захочешь. Что вам нужно? Охренеть. Джон. Это ты. Капитан. Что вы здесь делаете? Мою жену положили сюда. Что бы ни случилось, как в том году. Вы про выплеск? В Манхэттене? Мне очень жаль. Я не знал, что муж это вы. Мы так не договаривались. Вы обещали сделать все возможное для спасения ББ. Так и есть. Но мы пока не можем отпустить вашего сына. Поверьте мне на слово. Так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет мне без конца? Мой долг защищать нашу страну. Ложь досадная необходимость. Президент выдала мне максимальный уровень допуска. Я временно отключил охранную систему. У нас есть лишь пять минут, сэр. Пять минут на разговор. Наедине. Забирайте ББ и уходите отсюда. Жене вашей я помочь не могу. Простите. Вы были моим командиром. Но я дал присягу президенту защищать ее и нашу страну любой ценой. Если она мне приказывает, я должен подчиниться. Обязан. Но вас я знал еще до нее. И ваша семья не заслужила такой участи. Зачем ты мне помогаешь, если тебя схватят? Потому что вы спасали мне жизнь, сэр. Ни раз и ни два. Штабные посылали нас в самое пекло. А вы возвращали нас домой. Тогда я считал себя неуязвимым. Эдаким героем-победителем. Но это не я, герой. А вы, сэр. Благодаря вам я все еще жив. И мне пора вернуть этот долг. Завтра вашего сына перевозят в другую больницу. И это будет конец. Он послужит основой для новой коммуникационной сети. Жертвой. Во имя страны, которой больше нет. Я записал все, что вам нужно знать. Так они не отследят утечку. Прочтите и сожгите. Дальше дело за вами, сэр. Продолжение следует... Я возвращаю его вам, сэр. Я не могу отключить систему жизнеобеспечения отсюда. Система не позволит. Что ж... Похоже, остается только это. При остановке сердца срабатывает тревога. Я изменил параметры, чтобы обмануть датчики. Но времени будет мало. Не больше пяти минут. Поспешите, сэр. Второго шанса не будет. Нормализация. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.. Субтитры сделал DimaTorzok Прости меня, Лиза Не бойся Я о нем позабочусь, обещаю Обещаю Моя аномализа Прости Моя аномализа Бе-бе Бе-бе Бе-бе, ты слышишь? Ты слышишь? Это папа Бе-бе Девушки отдыхают Если это сделать, UCA не узнает, где ты и не сможет тебя найти Ты станешь невидимым При запуске крематория подключение к сети автоматически восстановится Ты можешь попробовать вынуть лу из капсулы и посмотреть, что будет Но это станет прямым нарушением приказа руководства Без капсулы оно работать не сможет Вероятность полного отказа при извлечении достигает 70% Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стоять! Эй, опусти! Бросай! Опусти! Назад. Назад! Отставить, отставить, отставить. Хорошо. Вали его! Отставить! Я разберусь. О, Боже. Простите, капитан. Стоять! Ясно? Вы тоже? Стоять там! И не стрелять! Жаль, не вышло, Джон. Стоять! Отойдите, сэр. Или мы откроем огонь. Там тупик. Он в ловушке. Служба охраны разберется. Стоять! Стоять! Продолжение следует... 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 Не повторяй мои ошибки Будь собой Собой Господи Капитан Прошу Отдайте ребенка Стреляй, Джон Отдайте Пожалуйста Стреляй Я дала тебе приказ Стреляй Мне сказали, тебя зовут Сэм Портер Но ты Сэм Бриджес Мой сын Мой мост в будущее До тебя Я был не человек А камень Тупик Преграда на путь Просто Препятствие Взиравшее на мир Который строили люди Вроде тебя Разделять других Это все Что я когда-либо Умел Но ты другой Сэм Бриджес Ты сближаешь людей Ты их мост В будущее И мой Давай сам Вставай Сэм Бриджес Вставай Вставай Сэм Бриджес Сэм Бриджес Продолжение следует... 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 Продолжение следует...